Всем привет, друзья! Как у вас дела? Мои дела отлично! Я сейчас пришла в оптику для того, чтобы подобрать себе солнцезащитные очки, оправу конкретно и сюда же вставить еще линзы. Как я уже говорила, мне очень тяжело найти оправу в Москве, потому что под мой тип лица очень мало вообще такого формата больших оправ и вообще не получалось никогда нормальные очки подобрать. Я, получается, уже имела опыт неудачной оправы, купила и все, и как бы она мне не подошла, оказывается. Да, потом я купила в Корее вот эту оправу и у меня постоянно вопросы, что в директ не пишите, что в комментариях, где-то купила эту оправу, скажи в магазин в Москве. Эту оправу я покупала в Корее, поэтому как бы в Москве такую, скорее всего, не найти. И я сюда уже прилетела, я уже знала, что я хочу купить себе еще парочку оправ, но потом я поняла, что вот такие вот прозрачные мне не нужны. Сейчас вот лето и мне нужна оправа на лето, получается, с затемненными стеклами. Но если выбирать оправу среди вот таких вот на лето, то не всегда может соответствовать. То есть ты не знаешь, как это будет выглядеть, когда ты поставишь туда темные линзы. Правильно же? Поэтому я решил сразу среди солнцезащитных подобрать. Вот это оправа стоит 168 тысяч вон, это где-то 160 долларов, но она настолько крутая. И сейчас я вам покажу другую, между которой у меня стоял выбор. Вот это получается первая, это вторая. Это кошечка. Но просто я подумал, что в этой я более такая взрослая, более элегантная. Вика тоже себя здесь подбирает. А мне нужно что-то полегче, наверное, на каждый день. Поэтому решила вот такой вот не брать. Такие вот именно... Это, кстати говоря, тоже где-то 160 долларов стоит. В принципе, на солнцезащитные очки без линз такая цена. И плюс еще линзы где-то 60 долларов. А здесь, видите, очень большой выбор. Огромный-огромный. И мне это нравится. Вот мои две оправы. Сейчас буду заказывать линзы. Если бы это были обычные линзы, то здесь бы сразу на месте бы поставили. А затемненный нужно будет пару дней подождать. Но нормально. Мне нравится. Сейчас сижу, выбираю себе цвет линз. Как видите, здесь очень много разных оттенков. И побольше, чем в других оптиках, в которых я была. Но я думаю, такие же сделать, как они есть в оригинале. Потому что неизвестно, если сюда сделать, допустим, коричневый там или синеватый оттенок, как они будут смотреться потом на лице. А этот оттенок мне идет. И так что этот и буду, наверное, заказывать. Меня просили снять о том, как я буду выбирать себе очки. А в прошлом году, когда я покупала себе эти очки, я тоже снимала на видео. Что касается цен, то здесь, в принципе, не сказать, что дешевые цены относительно Москвы. Но, тем не менее, здесь есть большой выбор для моего типа лица. Конкретно азиатского. Где переносится не такая высокая. При этом огромные щеки. Поэтому мне очень нравится здесь покупать очки. Что касается линз, линза мне очень нравится. И мне, кстати говоря, сделали подарочек. Подарочек за покупку и за то, что мы здесь ждали. Поэтому сделали подарок. Вот смотрите еще, какие красивые есть оправы. И есть детские. Это детские как раз-таки, кстати говоря. Такие они модные, представляете? А то мы же привыкли детские какие-то... Сколько они стоят? 330 тысяч. Ну, потому что это брендовские. А есть просто made in Korea. Они подешевле, конечно же. Вот такие линзы мне дали. Одни коричневые, а другие такие бордовенькие. Они должны немножко увеличивать глаза, но смотреться более-менее естественно. То есть они не естественные дают вид, но, тем не менее, не такой кукольный, как это было в моде лет 5 назад, наверное, я как раз-таки не хотела. Однодневки и левый, правый сразу она мне пометила наклейкой. Это очень удобно, потому что до этого я покупала, а мне никто не помечал. Все, будет готова моя оправа через несколько дней. И потом я приеду, заберу ее. Ой, я так рада, что я заказала себе очки. Прям вообще. Потому что сейчас вот уже солнышко. И когда ходишь, все равно невольно там, ну вот как-то вот так взгляд делаешь. Я не хочу этого. А просто солнцезащитное я тоже не хотела, потому что я не всегда нашу линзы, допустим, не каждый день. И это было бы неудобно. Мы здесь ходили с Сержем пешком и гуляли, когда только прилетели в первый раз. И, ну, я не помню, что мы тогда думали. Ну, короче, нам понравилось. Да, и здесь все изменили. Вот, построили новую станцию метро, линию, примыкающую к основной. И, ну, в общем, здесь все прикольно стало. Новое покрытие и так далее. Вот, мы ходим сейчас. Сегодня прохладненько немножко. И меня это радует, потому что в этом году погода прям вообще отличная для моего пребывания здесь. В прошлом году было очень жарко уже в это время, а сейчас вот комфортно так. Я посмотрела, до конца, в принципе, моей поездки так и будет. А когда я прилечу, там будет уже тоже такая погода, потому что у нас-то лето позже наступает. Но зато, как только я улечу, у вас будет жара. У меня от ветра уже волосы все непонятно какие стали. Нужно будет порядок привести их. Зашла в магазин косметический. Нужно было еще кое-что докупить. Вот, хожу. Смотрю, много уже не могу взять, потому что уже все, места нету. Разные полезности, да, такие? Ну, крокодильчики. Ага, крокодильчики, да-да-да. А, и ты мне вот типа таких привозила. Я их, да, использую для стразиков, для ногтей. Ага. Да здесь есть те же самые товары. Давайте по обычной традиции посмотрим, какие здесь есть кружки для чая и кофе. Такие интересные. О, вот-вот-вот. Смотри, какие ведра. Огромные. Прикольные? Ничего прикольного не вижу. Как пить отсюда кофе? Тяжелая такая. Ничего прикольного не вижу. Вот эти еще получше, конечно. Как будто камень. Еще и матовые. Да-да-да-да-да. Прикольные. А, вот, смотри. Прозрачка. Да, обманка. Но я таки не люблю, честно говоря. Там пасмасовый что-нибудь? Ага, мало сюда помещается. Но так, не айс. Мне не нравится, да. Хавайские. Хавайские улыбочки. Кстати, я сегодня отправила посылку вместе с Викой. Она мне помогла. Точнее, я помогла Вике, чтобы она отправила мне посылку. Потому что Вика знает всю эту систему. Объясню, почему я отправила посылку. Изначально я не планировала отправлять, ну, вообще что-либо. Потому что у меня было много чемоданов. И я рассчитала на то, что я все-таки уложусь в свою норму. Но я тогда не знала, что вес моего багажа, допустимого именно той авиакомпании, которую в этот раз я лечу, намного меньше, чем обычно я летала. То есть, если раньше у меня было 23 килограмма норма и 10-12 килограмм ручной клади, то сейчас 28. Это максимум. Поэтому я решила, что опасно рисковать. И, короче, я решила все отправить лишнее. То, что мне не очень-таки сильно нужно. Там в основном вкусняшки какие-то, что-то зимнее для Каролины. Ну, точнее, осенние покупочки. Все собрала в коробку вместе с Викой. И мы сегодня отправили. Будет идти, ну, долго. Больше месяца будет идти, потому что мы отправили паромом. Почти два месяца будет идти. Но мне эти вещи все равно не нужны. Можно было бы и быстрой доставкой. А смысл какой? Я приеду, сразу мне придется что-ли получать. Тоже не хочу. Вот, так что все сделала. Все отправила. Сю-семи написано. Сю-семи? Сю-семи. Да, сю-семи. Что это в переводе тряпка? Ну, как бы... Ну, для посуды. Да. И здесь так и написали. Сю-семи. Обычно я не видела, чтобы так писали, да? Нет, так написано. Просто мы... С детства это слово знали, да? Употребляли. Ага. Вот, смотри, иди сюда. Прикольные эти. Пчиньки там положить. А это типа как деревянные языки, только пластиковые, понимаешь? Да. Это вот такие цвета, что ты любишь такие. Да. Смотрите, сколько много разного мороженого. Я вообще очень люблю, знаете, в какой форме? Вот в такой тюбиках. Это очень удобно, когда летом идешь, и ничего не проливается. Руки не становятся липкие, ничего не капает. Есть еще такое необычное мороженое. Это все лоте производитель, кстати говоря. Я думаю, что скоро и у нас появится, если уже не появились. Потому что лоте в России тоже очень хорошо двигается. Ага. Вот это тоже прикольное. Это там типа это мочи, что ли, как этот, как японское типа мороженое. А, не-не-не-не-не, я перепутала. Здесь это ток. То есть хлебное такое мороженое. Купили мы мороженое. Вот это, вот это. И еще здесь побольше взяли. Принесем домой. Даже если растает, ничего страшного, потому что отсюда ничего не прольется. Мы с Викой сейчас зашли в магазин, купили там, в общем, себе мороженое. Выходим, и как бы некуда было положить. И Вика говорит, а здесь нет пакета? Я говорю, да нет, нету. Она говорит, подожди, а у нас же был пакет. А у нас был пакет, который, ну, мы с собой взяли, когда отправляли посылки, и там у нас осталось, в общем, сумка, в которую мы тащили это все. И потом мы еще купили проросший, пророщенный Маш. Вот. И ходили с двумя пакетами. Иначе, когда сидели в оптике, я еще подумала, нужно не забыть, забрать их. Ну, и как-то, что-то мы вышли оттуда уже, все попрощались. И я так спрашиваю, Вика, а где наш пакет? Вот, Вика говорит, а где пакеты? Она мне переадресовывает вопрос, и мой ужас в глазах. Я такая, где пакеты? Я начинаю вспоминать, где мы были вообще с утра, что мы делали. Все, из головы вылетело. И я такая представляю, сейчас опишу, что ли ехать, а мы уже ушли оттуда, получается. Хорошо, что это здесь оказывается рядом. Да, и мы сейчас вернемся и заберем свои пакеты. Ой, блин, вообще трешняк такой. Это, знаете, дело двух секунд. Я такая, где пакеты? Я такая, такое у меня лицо было. Благо, все обошлось. Вообще, сейчас не обошлось. Сейчас еще дойти надо, или... Ну, она, думаю, заметила, что надо соскать. Ну, она заметила, лишь бы магазин закрыть не было. Не, не открою. Да, ну все. Вот они наши пакеты. Я про вот этот говорила. Маше, знаете, я еще такая Вике говорю, мы же еще Диргуми купили. Как будто это что-то такое ценное. А вот стоит всего доллар. Всего доллар стоит, да. И просто трава тупо. А то, что как бы мы могли бы там ценные вещи забыть, не очень пофигу. Поехали. Если бы мы не купили мороженое, то мы бы не вспомнили. Никогда бы не вспомнили. Да. Может быть, там под конец дня вспомнили. Еще был бы хуже ужас в моих глазах. Мы с Викой увидели уличную еду. Решили остановиться и купить вот такой куриный шашлычок. Здесь полили соусом. И порошочек такой, знаете, похож на сыр. Похож на сыр? Порошок. Сыр в порошке. Такой шашлычок. Прикольный очень. Сладковатый вкус, потому что соус здесь сладковатый. Немножко острый, для меня вообще не острый. Не, не такой острый. А то это под патрульон. Да, есть такой острый, а это какой-то не очень острый. Но вкусный, да. Нежная такая курица, да. Прямо место, а? Война? Да, какой-то белый соус. Место похоже на бедро, а не на грудину. Не на грудинку. Мы уже дома. Я ужасно сегодня устала. И как-то хочется пораньше лечь спать, потому что я вчера на самом деле нашла новый сериал. Но не то, чтобы пораньше лечь спать, я просто хочу все дела закончить. И лечь уже, досмотреть несколько серий. Там всего лишь один сезон. Всего девять серий. Я вчера, получается, четыре посмотрела. Сегодня посмотрю сразу еще пять. И все, и закончу этот сериал. Потому что он относительно недавно вышел. То есть в 19-м году. Перерождение называется. И там снимается актер из сотни. В общем, прикольный тоже. Мне нравятся такие подобные. Точнее, начали нравиться. Потому что уже нечего, в принципе, смотреть. Вот. Поэтому напишите в комментариях, какой сериал вы сейчас смотрите. Может быть, я перекинусь на него, когда посмотрю этот сериал. И смотрите мои предыдущие влоги. Если вы их пропустили, ставьте пальчик вверх под этим влогом. И увидимся с вами уже в следующем. Всем удачи. Всем пока. Пока.